Друзья мои, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Будушин.ру и проекта Макибарат.ру. Сегодня я хочу продолжить разбивать миф о том, как отлично и замечательно работают блоки традиционные, жесткие, из каратэ в реальном поединке. То есть в поединке, когда можно спокойно применять любую технику. Одиночную, серийную, комбинационную, любыми частями тела и так далее. Дело в том, что когда-то я выпустил видеоподкаст и написал статью о том, почему не работают блоки традиционных боевых искусств. На самом деле я не говорил о том, что они вообще не работают. Я говорил, что они имеют место быть, если для этого достаточная дистанция и удары наносятся одиночные. Тогда блок может быть действительно применен жесткий, конкретный, как удар по самоконечности противника. На что мне пришло масса возражений, которые, впрочем, не были возражениями, а были подтверждением того же самого. Все они говорились. Во всех их говорилось о том, что блок надо рассматривать жесткий, такой как гедамбарай, сотууки, учууки, агиуки. Не как блок, не как отведение, а как удар по конечности, после которого, в общем-то, все заканчивается. В общем, короче, доктрина Икин с Хисатсу только применительно к блоку, потому что одним ударом наповал, только удар это типа жесткий блок. Так вот, я хочу рассказать, почему я считаю, что все это фигня и почему это не работает. Опять же, я просто повторюсь, что одиночно, с большой дистанцией, когда понятно, что удар противника делает, можно нанести такой блок. Это все реально. Более того, я скажу так, что невозможно сделать блок сам по себе как таковой и мощный, если его не подкрепить другими способами защиты. Защита дистанции, защита маневром и так далее. Я объясню, почему. То есть, невозможно просто жестко поставить блок, не подстраховавшись смещением, телу, скручиванием и так далее, чтобы и без блока атакующая техника противника прошла мимо. Если этого не выполнить, то вероятность того, что блок не сработает, крайне велика. Итак, давайте по порядку. Значит, самое первое. Почему не сработает хороший жесткий блок? Почему он не работает как удар, поставленный по конечности? Это я говорю для тех традиционщиков, которые говорят, что это работает на 100%. Я хочу сказать, что возможно у кого-то однажды это и может нормально получиться. Но давайте рассмотрим реальные моменты и реальные ситуации. Есть контактные виды единоборств, где никто не запрещает ставить жесткий и концентрированный блок, отрубая сопротивнику конечности руками, то есть ставя жесткий блок по рукам или по ногам. Возьмем, например, тот же самый Кёкушин. Вот там дерутся голыми руками, наносят много ударов по корпусу и по ногам. Возьмем руки. Они наносят много ударов в грудь и в живот. Кто мешает быть таким, кто верит в эдактрину и кинхисацию относительно блока, что можно поставить такой жесткий блок, что отрубить противнику руки и победить. Кто верит в эту самкидоктрину? Ну вот в Кёкушине, пожалуйста. Можно ставить жесткие блоки. Представляете, вы утверждаете, это я таким ортодоксом говорю, что вы можете так отрубать противнику руки блоком. Выйдите туда. Там, понимаете, абсолютно безопасно для вас должно быть. Смотрите, по голове там вас никто не ударит рукой. Сокращайте дистанцию так близко, чтобы было сложно выполнить удар ногой тоже по голове. И никаких дальше проблем. Собственно говоря, постарайтесь первый удар противника, который он вам будет бить по корпусу, отрубить ему блоком. Отрубите ему сначала одну руку, потом другую. Он придет на ноги, но там потрубайте ему ноги. Как в той легенде про ученика нерадивого, который, когда его били ногой, как будто потрубал ногу, когда его били рукой, отрубал руку. Кто мешает? Докажите, ребята. Это очень просто. Обычно об этом просто балаболят те, кто никогда этого делать не пробовал реально. Больше того скажу. Ну, вот в кокушине часто бьют одиночными техниками. Там действительно можно один-два блока поставить, заблокировав руки. Но я вас уверяю, что ваши блоки будут не рубящими и не травмирующими руки противника, а будут они, скорее всего, отводящими. Самые травмирующие блоки – это локтевая защита, защита подставки той части, которая заведомо крепче, чем кулак. Когда подставляется под кулак локоть и так далее. Вот это реально работает. Если вы хотите руки противнику травмировать, то вот такие техники действуют. Жесткий же блок с предплечьем – нет. Когда начинают говорить о том, что, а вот посмотрите на мастеров УЭЧ, РЮ, или каких-то еще, которые предплечьями ломают биты. Ребят, это постановочная тема, это томишевая. Когда бита находится в идеальном положении, вот, понимаете, на расстоянии идеальном. Кто бьет, выбирает время нужное для этого, дистанцию, делает размах и все такое прочее. А вот представьте такую ситуацию, что хорошо закрепленная бита, то есть не кинутая, а хорошо закрепленная, въезжает в зону действия мастера со скоростью очень быстрого удара рукой. И он должен нанести блок, чтобы ему и в грудь битой не ударило, и чтобы она сломалась. Я уверяю вас, никто из вас такую технику выполнить не в состоянии. Насчет мастеров, ну, если бы они это могли, они это, наверное, смогут сделать. Мы тогда когда-нибудь увидим это. Может быть, после моего ролика кто-нибудь это делает и запишет. А теперь представьте другую ситуацию, когда работают не одиночным ударом, а, предположим, той же самой двойкой. В карате это называется рендски, в боксе это называется двоечка. Вот и представьте ситуацию, что влетают быстро два удара, бам-бам туда. Вот. Только мы заменим удары кулаками на два кинутых копья. А давайте сначала даже рассмотрим одно копье. Вот представьте, что я держу в руке копье острое, прям реально настоящее. Я нахожусь от вас не на дистанции в, ну, предположим, метрах десяти, а очень близко. То есть мне фактически, ну, вот как до камеры. И я его тут же кидаю. То есть держу, как бы дриблинг провожу. Вы не знаете куда я, и я его кидаю. Я уверяю вас, ни один из вас не заблокирует это копье так, чтобы древко испытало какую-то сильную нагрузку. Вы все, кто говорит о том, что жестким блоком может что-то сделать, скорее всего повернете корпус и сделаете какой-либо сбив. То есть вы не будете рассчитывать на жесткий блок, который с древко копье сможет сломать. Больше того, абсолютное большинство не успеет сделать жесткий блок. Если только попытаетесь его сделать даже без замаха, шансов, что вы его сильно сделаете, нет. А если он и даже сделается, то, скорее всего, это будет, не скорее всего, а точно, это будет отводящая техника. Пусть и той частью, у которой выполняется классический блок. Но это будет отведение, легкое. Смещение в сторону. Если же попытаетесь сделать жесткий хороший блок, скорее всего, копье заторчит у вас из грудины. Это почти без сомнений. А теперь представьте, что у нас двое таких стоит. И мы кидаем копье с интервалом вот так вот. Вы поставите два жестких блока. Двоечка, она так и выглядит. Та-там! И все. Два копья. То есть, два человека, как я стою, и такой. Раз, два. Сумеете поставить? Мне говорят, да мы там против серии спокойно можем работать жестким блоком. Ребята, вы можете быстро хлопать губами. Вот кто это говорит? Это говорит только о том, что вы нифига никогда не пробовали это делать делать. Вы теоретизируете, опираясь на какие-то умозрительные представления, переделавшие через чушь сильно много. Кихону, Этомупунку, Митэ, Гахонку, Митэ, Санбон. Но это реально, ребята, не работает. Если вы это в эндбу можете сделать, запрограммированном каком-то поединке, то это точно не сработает. Я вам не на копье проверяю и проверите. Возьмите своих два товарища, пусть они возьмут два черенка с котлопат, и вы даже по команде, приняв основе Камая, скажете им, готов. И они кинут вас в разные уровни два черенка с дистанцией метров два или полтора. А лучше этих человек будет три. И все они будут с интервалом кидать в полсекунды хотя бы даже. Да нифига у вас не будет никаких там жестких блоков, ничего. Понимаете? Вы будете извиваться, кривляться и делать отводящие техники. Это в лучшем случае. У вас это получится. Скорее всего, вы просто перекроетесь и часть этого удара придется вам по предплечьям, в локоть, что-то скрутите, где-то плечо попадет и так далее. А если это будет целая серия, да еще с разных сторон, то они прям будут кидать в грудь. А представьте, что она полетит из СМ-сектора в градусов 45. Вот так вот. То есть это будут боковые и снизу также полетит. Там три-четыре таких штукенцев. Понимаете? Мы даже не рассматриваем выстрел из лука, стрелу там отбить. Потому что, конечно, при выстреле из лука тетива стрелу выпускается с такой быстрой скоростью, что даже глаз не видит этого. Мастера Кэнда умудряются, если с достаточно большого расстояния выпущена стрела, ее заблокировать и перерубить ее на лету. Но представьте, это большое расстояние, во-первых, то есть время принятия решения. Во-вторых, они тоже скручиваются, понимаете, пропуская стрелу заведомо мимо. И скорость кончика движения мяча сопоставима со скоростью полета стрелы. Конечно, пониже немножко, но тем не менее. Понимаете? И стрела одна. Если их две, то все, забудьте, что раз-два он саму штат бить, то бесполезно. Три, это две, уже в нем торчать будут однозначно. Вот и думайте после этого сами. Больше того, что я хочу сказать. Абсолютное большинство из тех, кто говорит, что блоком можно перебить руку или ногу противника, кривят душой, потому что они этого вообще не знают. Они считают, что это можно, потому что они об этом начитались и наслышались. Или видели тамишевари, мастеров каких-то, которые ломают предплечьями бейсбольные биты и типа того. Это вот на этом основывается. Это я про тамишевари уже все рассказал. Про то, как это происходит в кумите, это ваша фантазия. Да, случайно, как лаки-панч, во время боя можно противнику попасть в локоть, у него рука типа переразогнется, ему будет больно. Но если вы столкнетесь с предплечья на предплечье, ничего не известно, кому больнее будет. И, скорее всего, все-таки больнее будет тому, кто ставит блок, потому что его блок не придется в то место, куда он его запланировал. Ну или больнее будет тому, кто наименее готов к этому, у кого предплечья менее слабо закалены. Так вот, абсолютное большинство из вас, такие друзья традиционщики, считают, что у них офигенно крепкие предплечья. Откуда у вас такое мнение? Где вы закаляете их? На чем? Расскажите мне. Я понимаю, там, венчунцы, они на мокджонке работают, да? Я уверен, что у них предплечья крепче, чем у вас. Почему? Потому что работа на мокджонке на 19 человек, их регулярная практика. Я уверен, что у бойцов Гуджирю и Уэчирю тоже крепкие предплечья, они тоже на мокджонке работают. У них есть специальные способы закрепления предплечья. Они работают друг с другом. Но вот те, кто занимается шотоканом, например, тем же самым, или с другими направлениями традиционного каратэ, какие-то шиторю там еще. Вы что, дофига занимаетесь? Да, такие методики существуют. Но вы-то их применяете. Нет, а почему же вы говорите о том, что вы сможете жестко поставить блок? Ну, ударьте жестко по дереву, вот подойти к дереву и ударьте жестко по дереву, сопоставив блок. Понимаете, вот я могу об этом говорить и утверждать железно. Почему? Потому что вот сзади меня макевара висит, моя макевара вот МБШ. И вообще на макеварах я работаю постоянно блоковую технику. Именно, не только ударную, но и блоковую. А вы-то вообще представляете, вы хотя бы на макеваре, или вы на мишке и работаете блоковую технику, там отрабатываете на жестком каком-нибудь, к столбу подходите к какому-то. Да если вы где-нибудь на гашапу и делаете эти техники, то это в пятилетку раз, ну или в год раз, ну в два раза в год. Откуда у вас мнение, что ваши предплечья такие каменные, что они атакующую руку противника перебьют? Я про ногу вообще молчу. Большеберцовая кость ноги настолько крепка, что это самая крепкая кость в человеческом теле. Вы об нее переломаете свои ручонки, просто на раз вообще, если противник будет бить, совсем не вот так, ровненько, а со всего маха, как по футбольному мячику, как разгонится, и как зарядит вам вниз с живота, это такой май, такой перемешанный с кингери, да еще и в обуви. Если вы попробуете всунуть туда руку без ухода с линии или даже с уходом с линии, вам руку переломают в нескольких местах, она вокруг ноги просто замотается. Или Джодана, она иуки вы попробуете поставить против Мамаши Гери, как тайцы бьют проносом. Да хана в вашей руке, ребят, сразу я вам это точно говорю. Ничего вы не перерубите, перерубают они там типа ногу. Да бесполезно, а вот тайцев ноги вообще железные. Так вот я говорю, как человек, который постоянно руки закаляет и работает. Такие техники, например, как со-тууки, да, на макиване. Так точно так же работается. Гэдамбара, у меня видеоролики есть, точно так же работается. Учи-уки и так далее. Нанай-уки всякие, там всякие харай-уки и всякое разное. Я вам утверждаю, что я могу поставить реально жесткий блок, а вы-то откуда можете? И то я говорю, что я не рискнул бы никогда поставить жесткий блок, рассчитывая поразить руку или ногу противника. То есть он меня бьет, а я ставлю блок как удар для того, чтобы ему там отрубить руку или ногу. Понимаете, никогда этого делать не буду, хотя мои руки крепче ваши в 10 раз. Большинство из вас. Понимаете? Никогда бы не стал бы даже пробовать. Нет, вернее, почему бы я не стал бы этого сейчас делать? Потому что когда-то я это пробовал, я это понял. Я это понял, тренируюсь в Таиланде с боксерами тайскими. Блокировать удар ногой тайского боксера жестким блоком – это смерть подобное действие вообще, ребят. Там только возможны смягчающие действия. Если вы хотите действительно блоком руку противника перебить, то это будет не блок, а действительно удар по руке или по ноге, но которую вы уже остановили каким-то другим техническим действием. Например, с противника носят вам чудо на вашей гереи или так называемый мидл кик, как это называется в кикбоксинге или в ММА. И ногу тогда вы подхватываете на корпус удар. То есть смягчаете прием одной рукой, другой рукой подхватываете. И когда вы ногу остановили, причем со смещением корпуса, чтобы подорвал мяч, вы, остановив ногу, можете по ней нанести удар. Можете нанести атоши, тыцу и уча. И то не предпредельно, чем желательно, а ближе к локтю, как в катосом, гиджион. Вниз опустить этой частью, нанести удар. Точно так же, заблокировав руки, сделав движение блокировки, вы можете нанести какую-то травмирующую технику. Руку подхватив или поймав смещающими техниками, вы можете потом нанести по ней этот удар. Но это уже будет не блок, это будет чистой степени удар. То есть, уйдя от атаки противника, сместив ее в сторону, вы останавливаете конечность противника и из безопасного уже для себя положения вы наносите по ней травмирующий удар. Это не блок. Блок, это вас бьют и вы своим действием отбиваете технику противника. Вот это блокирующая техника. Если вы уже защитились и потом наносите ударную технику, пусть даже по траектории блока, это не блок. Это целенаправленный удар по оконечности противника. Вот так-то, друзья. Поэтому, если вы хотите на эту тему спорить, то я с вами спорить на эту тему не буду. Я мнение свое высказал. Как это проверить, я вам тоже обозначу. Хотите, присылайте мне свои видео, где со своими товарищами вы отработаете те тесты, которые я предложил. А можете вообще просто поступить. Найдите вашего друга-боксера, который у вас... Ну, наверняка есть. И пусть он вам с места, вот вы встанете только напротив друга, на дистанции, чтобы он с выпада мог пробить вам двоечку, троечку. И покажите просто, просто покажите, как... Да, намотайте ему на руки что-нибудь такое, чтобы это защищало. Какие-то накладки, такие, как вот типа на ноги, на голени делаются. И пусть он побоксирует, понаносит вам, значит, удары сдвоенные, стройные по корпусу. А вы покажете, как вы умело ставите блоки против сдвоенных и стройных техник. Наденете жилет, он наденет эти накладки, и он подубасит вас. Для вас обоих это будет абсолютно безопасно. Оно сразу будет видно, насколько вы жестко ставите блоки. Если вы вообще герой, да, можете сделать это без самжилета. А он будет без перчаток, или в легеньких-легеньких санкиснарядных перчатках. Ну, а уж особо героически, смотрите, ребята, скажете своему товарищу, чтобы он бил и по голове заодно. Ну, вот тогда мы посмотрим, как против троечек вы будете против трех ударов ставить. С молниеносной скоростью и не сходя с линии атаки так, чтобы можно было защититься и без блока от его техники. Вот тогда мы посмотрим. Я вам отвечаю на сто процентов, что вы сразу же поймете и перестанете писать всякую чушь. Ваши техники жесткими блоками превратятся в отводящие техники. Вы будете больше маневрировать, не рассчитывая только на ваши руки. Вы будете сочетать несколько техник и уж точно не будете думать о том, как ему перебить руку, потому что следом за ней летит уже другая. Понимаете? Все. Вот давайте попробуйте и мы обсудим это. А у меня сейчас замечательная тренировка как раз именно по укреплению предплечья. Почему надо, тем не менее, работать жесткие техники и блоков классически? На макеваре я уже обозначил. А, кстати, повторю 25 раз. Хотите, если иметь право вообще хоть как-нибудь утверждать, что вы можете предплечьем перебить руку или ногу противника, укрепите сначала ваши предплечья. Отдайте себе отчет, скажите себе, а где это вы так их научились укреплять? Если вы думаете, что работая в парах с Кихон и Пон Кумите и блокируя ногу противника, который идет на вас там в Майгере, вы там так отскочили назад уже достаточно для того, чтобы он по вам не попал, и вы ему по ноге поставили блок, то вы типа так укрепляете руки и вы научились ставить блок. Вы ребята очень сильно заблуждаетесь. Почему? Потому что, во-первых, вы уже так отскочили назад, что он по вам заведомо не попал, если это мы Кихон и Пон Кумите рассматриваем, или Джуй Пон Кумите. Во-вторых, вы еще и уходите со смещением той собаки, как правило, для подстраховочки, если это не Гахон Кумите, например. В-третьих, вы ставите блок не той частью, которой вы предположительно собираетесь ногу противника с ноги травмировать. А знаете почему? Потому что вы нафиг отобьете себе руки. Ну, может, ему и ноги, если он ноги не закаляет, но руку вы себе травмируете точно. Это поработа в таком режиме. В 15 минут, не знаю, там есть блок поставить, вы там травмируете свою руку просто напрочь. Так вот, вы не заблокируете, вы не тем местом ставите. В итоге получается, что вы отрабатываете нереалистичный блок. Не тем местом, которым надо, не с той дистанции, которая будет. Не в ту силу ваш оппонент будет бить, и я вас уверяю, не по той траектории. Никто не будет вас кекоми май гири бить в живот на улице. Вам по восходящей вниз там живота или в зубах будут бить в обуви с чудовищной силой и с огромной скоростью. Если ваш оппонент имитирует такой пинок, когда он стоит вот так, вот таким вот образом, и туда так, дам, как зарядит только, и вниз со своей живота, с разбега прямо. Я посмотрю, что вы сделаете, вы отскочите. Попробуйте заблокировать, попробуйте еще раз, нифига не получится. Так вот, я вернусь к тому, почему надо сам закалять. Первое. Ну, оставим такую тему, как ката, биомеханика, совершенная динамика тела, понятие средней линии, понятие защиты средней линии. В классических блоках это понимание приходит. Когда мы ставим сота, защищая среднюю линию. Когда мы ставим кучи, защищая среднюю линию. Когда мы поднимаем аги, мы через среднюю линию ведем. Для понимания концепта средней линии работа блоков очень хороша. Опять же, мы понимаем технику сжатия и разжатия, сжатия, сжатия и разжатия. Это все работает, потому что то же самое можно в отводящих техниках применять. В отводящих. Это все работает точно так же. Жесткие блоки позволяют более гротескно это сделать, но амплитуда позволяет прочувствовать биомеханику движения тела лучше. Это первая составляющая, почему стоит делать классические блоки и почему их надо тренировать. Второй момент. Укрепление предплечий позволяет вам делать подставки предплечьями. И очень часто бывает, что делая отводящий блок над предплечьями, тайминг немножко не совпадает. И желаю сбить руку. Происходит это чуть раньше или позже. И удар приходится по предплечью. Если кости предплечья не закалены, то будут проблемы. Более того, иногда ставятся подставки. Подставки, по которым очень сильно приходится удары руками или ногами. Не всегда получается чистостно защититься. Иногда приходится ставить какую-то подставку, в которую влетает чудовищной силой удар. Либо кулаком, либо даже голенью. Если бы в голову улетела, то вообще проблема была бы. Через руку немножко мягче это дело происходит. Если предплечье не закалено, оно не выдержит. И последняя составляющая. Это как раз именно для того, о чем я говорил. Когда вы, выполнив технику защиты, можете по траектории выполнения блока или по траектории нанесения удара ТЦУ или любого другого, Найван, Хайван, вы можете травмировать руку противника, по шее противника ударить, плечо ударить, как угодно, по типу ТЦУ. То есть, он потом самостоит в стойке, вы нанесли ему по плечу, по предплечью, скажем, куда, в уязвимую часть. Например, в лучезапястный сустав. Если в лучезапястный сустав сильно нанести ТЦУ, в правильном местном, либо предплечьем, либо ТЦУ непосредственно, можно и травмирует руку. Можно руку подхватить, ударить в локоть действительно, как отдельную технику, не как блока, а как именно технику нанесения удара, когда вы уже защитились. Вот поэтому отрабатывать на макеваре набивку предплечий стоит обязательно. И стоит их делать в том числе и по технике, по траектории академических блоков, классических блоков карате. И, как я уже показал, вылить это может в следующем опыте. Для СОТУ. Для УЧИУ. Точно так же. Для ХАЙ ВАН. Уровень просто ставится макевары такой, чтобы блок был более правильный. Я закрепил на уровень для тренировки набивки в основном. То есть для ТЦУ, набивки предплечий, ХАЙТО, ХАЙШУ, всяких разных техник. Поэтому она у меня закреплена на этот уровень. Но если накрепить ниже, например, вот так было бы, это был бы классический ГДААМБАРАЙ. Понимаете, да? ХАЙ ВАН. И так далее. ШУ ТУ УКИ точно так же. Ну, в общем, короче, любая совершенно техника блока может отрабатываться на макеваре. Поэтому укреплять руки на макеваре я советую. А уж тем более, если вы говорите о том, что вы хотите работать в классические блоки. Вот без этого, ребят, даже не говорите о том, что вы их умеете делать. Ну все. Всем пока. И так затяну. Жду ваших видео, где вы докажете, что вы умеете ставить блоки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok